Привет, друзья! Сегодня познакомимся с Lumix G9. Это новая камера Panasonic для фотографов. Почему я делаю такой акцент на том, что она для фотографов? Потому что Panasonic у многих ассоциируется с камерами и фотокамерами для видеографов, для тех, кто снимает видео, и видеокамерами для тех, кто снимает видео. Существует система Micro 4.3, там объективы можно менять друг у друга. Olympus, Panasonic, Kodak пытались сюда зайти, Xiaomi. Еще там несколько фирм выпускают объективы именно под эту систему. И ты на любую камеру можешь поставить любой объектив. На Panasonic Olympus, на Olympus, Panasonic и так далее. Размер матрицы крепления идентичны. Но вот так вот в какое-то время считалось, что Olympus больше для фото. Если ты снимаешь фото, если тебе нужна система Micro 4.3, то ты выберешь Olympus. Если ты снимаешь видео, ты выберешь Panasonic. Но Olympus сейчас сильно потянулись по видео. Panasonic, в свою очередь, потягивается по части фотографии. И вот есть у Panasonic флагман. Самая дорогая камера с системами 4.3, со сменной оптикой, это GH5. Она остается флагманом по части съемки видео. В чем отличие от G9? Panasonic GH5, самое главное, может писать 10 бит. Плюс можно там вилок разблокировать. На G9 таких возможностей нет, но она тоже пишет 4К с высоким битрейтом, 60 кадров в секунду или 50 кадров в секунду. Так что если выбирать камеру для съемки видео между GH4 и G9, я бы взял G9, потому что она может 60 кадров в секунду, а G4 не может. Но по части фото эта камера, это самая интересная камера Panasonic. Ну что, давайте рассмотрим несколько снимков, сделанных на G9 с объективом 1260. Никакой обработки, это внутрикамерный JPEG. Мне понравилась и резкость изображений, и цветопередача. На мой взгляд, результат хороший. Но это на низких значениях ISO. Panasonic подобрали максимально выгодные для теста камеры световые условия. И чтобы понять, как камера поведет себя в реальных условиях, в условиях сложных, на высоких значениях ISO, по-хорошему, надо бы сделать отдельный сравнительный тест. Только уже сейчас известно, что матрица здесь такая же, как у GH5. И если вы примерно представляете, как себя ведет GH5 на высоких ISO, то эта камера должна себя вести плюс-минус так же. С поправкой на немного другой софт и процессор. Конечно, софт и процессор важны, что нам показал пример мобильных телефонов. Один сенсор может быть у десятка моделей, а результаты все выдают разные. Но и физику не обманешь. Современная камера micro 4 третьих работает на высоких ISO заметно лучше, чем во времена G4. Но я бы не ждал прорыва от каждой новой камеры. Впрочем, необходим ли он, этот прорыв, для работы? Я говорю не о фотофанатах, которые снимки под микроскопом разглядывают, а об обычных фотолюбителях, которые серьезно увлечены созданием красивых снимков или зарабатывают фотографии. Это уже профи. В фотографии важен свет, и какая бы камера у вас ни была, без красивого света ничего, кроме репортажа, не получится. А если свет есть, то micro позволяет получить очень хорошие снимки. У матрицы G9 есть специальное покрытие для съемки в контровом свете, которое призвано уменьшить количество ореолов и бликов. А низкочастотного фильтра нет. Вот снимки с уже нового объектива 200 f2.8, как раз против солнца. Объектив очень дальнобойный и резкий, выдает 400 мм в 35 мм эквиваленте с довольно высокой светосилой. С одной стороны, он не дешевый и довольно тяжелый по меркам micro. 3000 баксов у них, 200 тысяч рублей у нас и 1245 грамм. С другой, он гораздо, гораздо легче, дешевле и компактнее, чем аналоги по 35 мм. Каноновское стекло в России для примера стоит 700 тысяч и весит почти 4 килограмма. А Nikon так и вовсе 900 тысяч рублей. Многие фотографы со специализацией по дикой природе перебрались на micro 4 третьих именно из-за того, что дальнобойные объективы, которые им жизненно необходимы для того, чтобы снимать зверей, не спугивая их, занимают не так много места и весят втрое меньше. А свет в каких-нибудь джунглях это не проблема. Другая зона применения спорт, но там все, как правило, убер-консервативно. Вот закупила твоя редакция Кэноны, на Кэнон и снимай. По объективу в комплекте идет телеконвертер 1.4. С ним получается 560 мм f4. А с дополнительное 600 долларов можно добрать конвертер, который сделает из объектива уже 800-ку. Это, конечно, не так удобно, как имеет зум, но сам конвертер 1.4 крошечный и может сильно выручить путешествие, когда даже 400 мм не хватает. Ссылки на снимки я приложу в описании к видео. Кому интересно, качайте, изучайте, разглядывайте. Единственное, что, когда мне давали камеру на тест, просили сказать, что версия прошивки предварительная. И в ритейл-версии качество снимков может быть улучшена. Стабилизация матричная, плюс в объективе. У GH5 компенсация была 5 стопов, а тут 6 стопов. Уже после разбора снимков на компе я окончательно пришел к выводу, что работой стаба доволен. Но самое классное, в G9 добавили функцию матричного сдвига, которая может быть вам знакома по камерам Hasselblad и Olympus. G9 может делать снимки с разрешением до 80 мегапикселей. И не только в JPEG, но и в RAW. Для этого вам потребуется статичный объект и штатив, или подставка для камеры. Камера сделает 8 снимков, каждый раз смещая немного матрицы, а потом склеит из них один здоровый снимок. Пейзажисты и предметные фотографы получают маленькую, компактную и относительно дешевую альтернативу большим и тяжелым среднеформатным камерам. Теперь же давайте посмотрим небольшой видеоряд, который я смог получить с помощью этой камеры в slow-mo. Full HD, 180 кадров в секунду. Объектив 1260, все тот же. 4К камера 180 кадров в секунду писать не умеет, максимум 60 кадров в секунду. А вот уже нормальная съемка, 4К 50 кадров в секунду. Битрейт 150 мегабит в секунду. Конечно, G9 это не GH5. Она не умеет 10-битное видео и V-Log. Она не умеет аноморфотное видео в 6К и не умеет 400 мегабит, как GH5 со всеми апдейтами. Но это все узкоспециализированные инструменты для определенных групп профессионалов. А вот съемка 4К до 60 кадров в секунду с битрейтом 150 мегабит в секунду, который тут есть. Эта штука реально полезная теперь уже многим. Качество получается отличное, если вы делаете видео с минимальной обработкой или вообще без обработки. Вряд ли вы захотите большего. Да и для обработки тут простор-то уже есть. И кстати, цену-то на G9 уже объявили. Новинка поступит в розничную продажу в марте будущего года по цене 130 тысяч рублей. Это рекомендуемая цена, в магазинах она может быть ниже. Рекомендуемая цена на GH5 на сегодня от 140 тысяч рублей. Panasonic сделает очень четкое разделение. Если вам нужен максимум видеовозможности формать фотокамеры, вот есть GH5. Если вы снимаете фото, но также хотите иметь в запасе возможность сделать отличный видеоряд, вот G9. Не дешевый девайс, но с G9 Panasonic целит не в любителей, а в профессиональный сегмент. Даже скорее конкретно в потенциальных покупателей Olympus OM-D и M1 Mark II, которые по каким-то причинам не стали его брать. На стороне Olympus несколько более низкая цена, от 110 тысяч рублей за тушку. Наличие фазовых точек автофокуса. И интеллектуальные функции типа Live Composite и склейки резкого снимка из ряда снимков с малой глубиной резкости. На стороне Panasonic лучшие видеовозможности. Olympus пишет 4K в 30 кадров в секунду, а Panasonic 4K в 60 кадров в секунду. Большая скорострельность. С частичной перефокусировкой 20 кадров в секунду против 18 кадров в секунду у Olympus. Думаю, здесь Panasonic хотели быть хотя бы чуть-чуть, но лучше. Еще один пункт. Сверху LCD-экран с подсветкой. Удобная штука, чтобы быстро проверить настройки или впечатлить у вашего клиента. Больше размер видоискателя OLED. Счита до развертки 120 Гц. Увеличение дает 1,66. Против 1,48 у Olympus при 100% покрытии кадра. Конечно, при тесте в лоб-лоб сплыл бы много мелких отличий и нюансов. Но это самое основное, что бросается в глаза уже при изучении характеристик девайсов. Автофокус UG9 исключительно контрастный. Фазовых точек нет. И, конечно, есть ситуация, когда он может не поймать объект. Например, если света слишком мало или, наоборот, съемка ведется против солнца. Зато он очень быстрый. На фокусировку требуется всего 0,04 секунды. Помимо видоискателя, визироваться можно через поворотный сенсорный экран. Есть диски и куча кнопок для быстрого доступа к нужным настройкам. Все это настраивается и перепрограммируется, понятное дело. Отдельный джойстик для выбора точки фокусировки, когда снимаешь в перчатках. И не только для этого. Самое адекватное приложение-компонент для смартфона из всех, что я пробовал. Если вы снимаете видео и снимаете себя сами, блогерством в общем занимаетесь, вы сможете не только настроить камеру, но и выбрать точку фокусировки, чего вы не получите из приложения на камерах от многих других производителей. Хват очень удобный. Есть полный набор портов, в том числе USB 3 и microUSB для зарядки от Powerbank. Тизеринг СПК, микрофонный вход и выход на наушники. Аккумулятор такой же, как у GH4 и 5. Заряд держит очень хорошо, гораздо лучше, чем GH4, но примерно так же, как GH5. Два слота для карт памяти SD-UHS2. Но два слота есть и у GH5, и у топовых конкурентов. А вот у GH4 не было. Фича реально полезная для дублирования экстраважных снимков, когда не получить кадр здесь и сейчас и не сдать его. Смерти подобно. Либо, чтобы снимать фото и видео долго и упорно, не отвлекаясь на замену заполнившейся картой памяти. Ну и влагозащита тоже есть. Что я думаю о камере по итогу? Понравилась ли она мне? Да, камера прикольная, удобная, но в то же время она не дешевая. Это ее главный минус. Кто ее купит? Тот, кто не взял ни Olympus AMD M1 Mark II, ни GH5. Обе камеры на рынке уже давно. В первом случае могли сыграть ограниченные видеовозможности Olympus или личные неприязнь к бренду и софту Olympus. Во втором, видеовозможности GH5 могли показаться избыточными, чтобы за них переплачивать. А вот фото возможностей хотелось бы как раз побольше. К тому же, G9 выглядит более привлекательно и премиально. Если вы снимаете за деньги, а клиент попался за морочками, а что у вас за камера, а на что снимаете, а почему не фуллфрейм? Вот до сих пор попадаются такие. То наличие дополнительного экранчика сверху может сыграть вам в плюс. Думаю, что G9 зайдет у предметных фотографов, фуд-фотографов и пейзажистов, благодаря возможности снимать high-резы в 80 мегапикселей в RAW. JPEG с камерой мне также понравились, так что если вы не любите заморачиваться с постобработкой снимков и задаете клиенту внутрикамерные JPEG, также есть смысл ее попробовать. Кому может не взойти? Тому, кто постоянно снимает на высоких ISO, а также тем, кому нужно больше, чем 23 мегапикселя для съемки в движении, когда режим Super High Res не включишь. А прежде чем попрощаться, я должен поблагодарить нашего спонсора Letyshops. И напомню, что 11 ноября на Алиэкспресс самая большая распродажа года ко дню холостяка. Скидки до 90%, да еще и с кэшбэком для пользователей Letyshops. Вы возвращаете часть потраченных на покупку средств и получаете возможность поучаствовать в розыгрыше призов на 1 миллион рублей. Плюс Letyshops вам расширение теперь дает инструмент для мониторинга динамики цен, позволяющий понять, правда ли тот или иной продавец сделал скидку или где-то схитрил. В общем, полезная штука, ссылки в описании. Ну что, друзья, надеюсь, что вам было интересно. А на сегодня все. Пока!